Виноградник 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 Добрый день! Сейчас середина сентября. На винограднике работы не очень много. И есть время для приготовления и для заготовки различных всолений на зиму. И сегодня я предлагаю вам приготовить квашеные баклажаны, фаршированные овощами. Для приготовления 4 кг баклажанов нам с вами потребуется 800 г моркови, полкилограмма болгарского перца, попучку укропа и петрушки, 300 г лука и 50 г чесночка. Здесь у меня 15 зубков среднего размера, 2 столовых ложки соли, а также лавровый листик и перец горошком. Моем баклажаны и обрезаем плодоножку. Подготовленные синенькие перекладываем в кастрюлю. Да-да, я не оговорился. Именно синенькие, так на Украине здесь у нас называют баклажаны. Уж очень любят их и в виде баклажанной икры, и жареные колечками с добавлением чеснока, майонеза и зелени. Да и просто квашеные, синенькие. Чувствуете, как ласково. Синенькие. Заполняем кастрюлю водой, ставим на газ, доводим до кипения. И кипятим в течение примерно 10 минут, чтобы баклажаны не переварились. Чтобы они стали мягкими и в то же время оставались упругими. Для этого можно будет их проверить спичкой, обратной стороны спички. Они должны прокалываться, легко прокалываться спичкой. И в то же время оставаться упругими. Около 10 минут. В процессе варки верхние баклажаны, которые всплывают, можно перевернуть на другую сторону. Начинаем нарезать овощи. Морковку я нарезаю соломкой. Конечно, ее можно натереть на терке. Но мне кажется, что соломка будет выглядеть красивее. Это я так делаю. Также соломкой нарезаем перчик. Кубиками лучок. Мелко чесночок. И зелень. Прошло 10 минут. Мы отключаем газ. Потому что я уверен, что уже все готово. Вот, пробуем. Видите, вот протыкается очень легко спичкой. И не расползлись. Все. И перекладываем наши баклажаны для остывания. В большую миску. И пока они будут остывать, мы займемся приготовлением начинки. Прежде всего, обжариваем лучок до золотистого цвета. Я предпочитаю овощи обжаривать. Тогда вкус фаршированных квашеных баклажан становится более насыщенный. Более приятный. Обжариваем лук до золотистого, как я сказал, цвета. Лучок обжарился. И закладываем морковку. И болгарский перчик. И обжариваем до размягчения моркови. Вот овощи немножко обжарились. И высыпаем сюда 2 столовых ложки соли. И думайте, это немного. 2 ложечки соли. 2 столовых ложки соли. Чеснок и зелень добавим в самом конце. И снова перемешиваем. Овощи обжарились. После добавления соли немножко протушились. И мы высыпаем чесночок. Да, предварительно выключаем клитку. Газовую печку. Добавляем чесночок. Зелень. И все тщательно-тщательно перемешиваем. Наша начинка, так называемый фарш, готов. Теперь берем наш баклажанчик. Кстати, еще горячий. Разрезаем его. Не до конца. Раскрываем. И укладываем наш фарш. Тоже, кстати, горячий. Потом прикрываем. И ложим на дно кастрюли. Переходим к следующему. Снова разрезаем. Не до конца. Горячий. Но чесночок начнет быстрее действовать. Вкладываем наш фарш. Закрываем. И укладываем на дно кастрюли. И так пока полностью не используем наши баклажаны и наш фарш. Ложим фарша не жалея. То, что даже высыпется из баклажанчика, потом в последствии будет вам съедено. И укладываем один к одному. Очень легко и очень просто. Вот, что у нас в конце концов получилось. Остатки фарша, который был лишним, я им заполнил пустоты между баклажанами. Теперь мы накрываем их плоской тарелочкой. Можно деревянным кружком. Или тем, всем, что у вас есть. И ставим гнёт. Через полчасика баклажаны пустят сок. И я покажу вам этот момент, как они будут выглядеть. Будут кваситься они в течение 5-7 дней. Это зависит от того, какая температура окружающей среды. И вся прелесть этого рецепта в том, что сюда мы не добавляем ни одной капли воды. Квашение происходит в собственном соку. Через полчасика я покажу вам, как будет выглядеть наши синие в этой посуде. Вот прошло полчаса. И видите, баклажаны пустили сок. Теперь они полностью в собственном соку. И в таком виде будут кваситься. В дальнейшем сока будет ещё больше. Ну, а готовые баклажаны вынимаете из кастрюльки. Перекладываете в трёхлитровый бутылёк. Закрываете крышечкой и храните в холодильнике. Периодически доставая и подавая на стол. Приятного вам аппетита!